Новогоднее мероприятие с участием Владыки Иоанна Брестского и Кобринского проводится в Центре реабилитации «Стимул не первый год» и же успели стать доброй традицией. И надо сказать, что маленькие участники всегда ждут эту встречу с особым трепетом. Такое мероприятие проходит у нас ежегодно. Два раза в год Владыка вместе с воспитанниками воскресной школы всегда приходит поздравить наших детей, разделит с нами радость праздника. В этом году мы тоже ждем его с удовольствием. В этом году в благотворительной акции присоединился генеральный консул Российской Федерации. Никита Матковский также пришел поздравить детей с Новым годом и Рождеством. Он не первый раз принимает участие в подобных праздниках. Буквально на днях вместе с Владыкой Никита Матковский посетил детский сад, где поддержка и добрые слова стали для ребят самым лучшим подарком. Мы только что с ним посетили ребят из 10-го детского сада города Бреста, которым нужна Божья поддержка ежедневная. Конечно, без представлений подарков не обошлось. Участники встречи старались сделать праздник запоминающимся. Особую атмосферу создало удивительное пение детского церковного хора. Дети хорошо пели, отлично. И понравился Владыков. Счастье испытывает, что он не одинок, что к нему такое большое внимание. Поэтому, естественно, большое счастье у него, радость. Новогодние праздники – самое долгожданное событие для каждого ребенка. В эти дни чудо ждут все, особенно особенные дети. И не столько подарков, сколько внимания и поддержки окружающих. Поэтому именно общение и улыбки детей стали главной наградой для гостей праздника. Мы приходим сюда дважды в год, уже не один год. И вижу, как люди, особенно взрослые, которые принесли, привели этих детей. Как они, вот вначале как-то они такие скованные сидят, как-то так. Ну, думают о том, что все-таки здоровые дети выступают, наверное, сравнивают. Но потом к концу уже выступления, к концу представления видно, как светлеют эти глаза, как они растопляют свои сердца. Поэтому это важно, потому что им нужна, этим людям нужна поддержка.